11 лучших учителей родных языков из всех районов республики приняли участие в финальных конкурсных испытаниях в рамках регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Педагоги делились своим богатым опытом, демонстрируя коллегам инновационные навыки обучения. За ходом состязания учителей наблюдал Алихан Лепшоков. Тематику любви я выбрала не случайно, так как именно это великое чувство является основой сохранения родного слова. Учитель родного языка из Урубского района Лариса Агбаева доходчиво делится своим профессиональным педагогическим опытом, используя современные технологии в виде электронной презентации. Для каждого учителя родных языков это возможность распространения своего преподавательского мастерства и получить новые знания от своих коллег. Конечно, это очень значимо. Мы, во-первых, делимся своим опытом, показываем, как мы работаем. И, естественно, в то же время и сами учимся, набираем какой-то опыт, смотрим на других. Надо, чтобы дети владели своим языком, знали о языке все, что им надо. Конечно, я считаю, это очень важно. Не знать свой язык, я считаю, это глупо, по крайней мере. За ходом состязания сидели представители Минобра Республики. Заместитель министра образования Фатима Бикижева подчеркнула важность подобных состязаний для выявления профессионального мастерства и поддержки родных языков. В свою очередь депутат Народного собрания Карачаева Черкесии Алексей Ганшин поздрав финалистов конкурса и отметил, что именно на плечах педагогов лежит ответственность за сохранность родного языка. Я больше, чем уверен, что если мы не будем изучать родные языки с детского садика дома, как только человек говорит, начинает, он должен сказать первое слово на родном языке, и, наверное, это будут самые дорогие и ценные слова. И если мы будем изучать родные языки дома, в детском садике, а потом только придем в школу, зная азы, умея хоть немножко читать, либо всего. Богатство языка в его пословицах и поговорках. В своем выступлении я постаралась сделать параллели между пословицами Ногайского народа и других братских народов, проживающих у нас в республике. И была приятно удивлена, что много схожего есть у нас, отмечает учитель родного языка из Ногайского района Фатима Бодракова. Начала свое выступление с нашей любимой Карачевой Черкесии. Зачем я перешла к изучению Ногайского фольклора и закончила дружбой народов, что мы живем в многонациональной республике, соблюдаем обычаи и традиции, на этом же и воспитываем своих детей, чтобы они знали каждую историю своего народа. В итоге победителем конкурса стала участница из Абазинского района Ида Дахчукова. Второе место заняла учитель родного языка из Карачаевска Фатима Лайпанова. И третье место досталось Фатиме Бодраковой из Ногайского района. Осенью этого года победитель регионального этапа конкурса представит нашу республику уже в финале данного состязания. Алихан Епшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.